Ламена вас всех приветствует, дорогие друзья, с вами Эл. Добро пожаловать в продолжение Oxygen Not Included. Наша любимая подземная космопомоечка. У нас есть небольшие задачи. Первое, это надо переименовать нам одного из участников. Это будет у нас Just a Person. Он будет у нас изучакой. Он будет изучать и продвигать нашу технологию вперед и в будущее. Я хотел небольшую перестройку сделать. Я хочу туалет с этой областью убрать. Не дай бог, здесь что-то произойдет и это все рванет и нашу воду просто заразит. Это будет очень и очень плохо. Сейчас хочу расшириться немного сюда вниз. В принципе, я в комментариях. Спасибо огромное, что писали различные комментарии по поводу того, как все делать, как все строить и так далее и тому подобное. Здесь можно построить заповедник. Но я хочу эту область немного расчистить и здесь перенести туалет в эту область. А в этой области сделать так называемую теплицу. Начиная отсюда и заканчивая. Ну, хотя бы вот досюда, чтобы он в три этажа был. Так, для начала нам надо перенести, значит, туалеты. Здесь я тоже лестницу немного неправильно. Здесь надо было лестницу поставить. И у нас есть же еще пожарный шест, по которому они быстренько могут спускаться вниз. Вы представьте, захотел ты в туалет, тебе придется, блин, по лестнице спускаться. А здесь пожарный шест залез на него и быстренько-быстренько вниз и сделал свои дела. Поэтому перестройка у нас небольшая будет. Перестройка. Так, четыре клеточки. Делаем отступ. Получается вот так это. Это будет у нас этаж. Сразу же. Даже тут больше, сильно большой отступ сделал. Ну да ладно. Это отменим строительство и здесь поставим. Получается, одно деление. Здесь делаем мы дверку. Так, высоковато. Итого у нас должно быть получится 20 клеток. Правильно я понимаю? Вот, 20 на 4. Это стандарт. И туалеты мы сейчас перенесем именно туда. Сейчас наши ребята все это разгребут. Все время еды. Так, так, так. Еще. Одно дело. Здесь нам нужно сделать пищевой брикет. Делаем его навсегда. А не будет ПКД просто делать, когда у нас есть пищевик. И в рационе мы вот этот вот пищевик, черта матери, убираем. Сейчас они сделают нам батончики. Хотя пусть он на первое время пока стоит. Мы батончики сделаем. Потом отключим, чтобы они у нас пищевик не кушали. Это будет здорово. Так, делаем мы сразу же. Раз, два, три, четыре. Запас. Под большую колонию. Это будет у нас огромный-огромный туалет. И пожалуйста, вот это мне все сделайте в кратчайшие сроки. Так, тут восьмерочка. Тут тоже восьмерочка. Вот это я не совсем понимаю. Зачем тут вообще приоритет нужен? Для чего я это поставил? Пятерка пусть будет. Сейчас они быстренько все это разгребут. И здесь, кстати, можно будет влепить уже заповедную зону. Парковая зона. Наверное, надо ограничить это все все-таки клеткой. Пусть приоритет будет девяточка. И сейчас мы вертикальную. Ее как-то можно перевернуть? Я уже и забыл. Построить. Вращать. Эт, не туда. Во. Вот сюда поставим. И они отсюда смогут спокойно спускаться в заповедную зону. Эээ, ты что творишь? Стой! А я тут сказал, приказал выкопать, да? Это будет считаться потом заповедной зоной? Хотя, в принципе, я эту заповедную зону не буду использовать. Пусть они достроят у нас туалеты. И поставим, чтобы они у нас могли. Так, направление направо, направление направо, направление направо. И тоже направление направо. Сейчас они достроят здесь. И мы запретим ходить. Точнее, выходить. Отсюда. Потому что мы... Они должны нам зайти. Руки помыть. И выйти отсюда. Нам надо едой заняться. А пищевика у нас мало. Первое, что прям необходимо нам сделать. Так, по умолчанию проходить. Мы отсюда не можем. Значит, мы здесь сделаем лестницу. Так, вот тут две клетки. Такую лестницу пускаем. И тут продолжим. Тогда вот это нам, по сути, вообще нафиг не надо. Зачем мы тут это построили? Пожалуйста, уберите. Давай, убирай. Все, туалеты мы сделали. Здесь туалеты мы разбираем. И приоритетная задача будет нам построить как раз таки... Так это все мы убираем. Сейчас мы сконструируем. И изучение поставим. На изучение нам нужно что? Мы агрономию имеем. Сельскохозяйственную станцию тоже можем поставить. Значит, у нас надо ее найти. Сельскохозяйственная станция. Насосы потом поставим. Эту уборную мы потом переоборудуем. Массажный кабинет тоже можно поставить. А, мы же можем раковину уже поставить. Но нам пока... Пока вот так пусть будет. Потом сделаем. Так, это у нас будет сельскохозяйственная станция. Она будет стоять именно здесь. Давайте, ребятки, побыстрее, пошустрей. Это все мы разберем. Построим немножко по-другому. Нам нужно эти агроклетки выстроить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать. Четырнадцать. Четырнадцать рядов. Чтобы у нас получилась теплица. Потом. Четырнадцать рядов вверх. Это хорошо. Дальше что нам надо? Нам надо сделать, наверное, вот так. Три клетки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать. Четырнадцать. Четырнадцать штучек сюда. Делаем дальше подъем вверх и делаем третий этаж. Получается тоже отступ делаем три клеточки. Раз, два, три, отступ. И здесь мы завершаем наше. Здесь нам надо разрушить вот это вот все. Потому что она нам мешается. Потом здесь достроим. Так, и приоритет, пожалуйста, вы все сдохните, пока я тут это буду все строить. Так, вот это приоритет, пожалуйста, высокий мне. И это сразу же раз копайте мне. Так, это разбираем. Это разбираем, построим новую. Вот, молодцы. У нас, кстати, еще есть одно место. Так что, если кто-то хочет нашу команду, то обязательно пишите в комментариях. Мы вас туда с радостью примем. Еды нету. Еще один дубликант. Нужен ли он мне? Наука, наука. Агрономия. У нас есть агроном? Так, показатели. Мне не показатели, навыки. Кто у нас агроном? Как посмотреть? Продовольствие. Может, по каждому прокликать? Так, ты у нас кто? Ты у нас... Наукой занимаешься, джеттоперсон. Ты у нас занимаешься чем? Техника, сила. Ты у нас копатель. Ты у нас строитель. Нам бы, кстати, да. Необходим бы агроном был бы. Так что, я думаю, это может быть и не ошибка. Взять вот этого товарища, который агроном как раз таки. Но у него надо посмотреть. Он не ряха. А, в принципе, он нам подходит. Так что, у нас, ребятки, еще два места есть. Теперь я освободил еще одно место. Можно будет еще одного нашего персонажика переименовать. Он как раз таки будет у нас агроном. Так, товарищ. Пусть они все это завершат. И вот здесь-то это тоже разрушить надо. Первым делом нам надо сделать как раз таки... Да куда вы хавать пошли? Так, для нашей... Новой... Как тебя зовут-то пока? Госман. Интересное имя Госман. Для тебя нам надо сделать. Все правильно. Они в туалет сходили и направо ушли. Грязи корень едят. Сейчас мы это все достроим. Как интересно сделать. Наверное, нам все равно проход на вот этот вот уровень надо будет сделать. Правильно? Можно было, конечно, на одну клетку еще сместить. Хотя мы можем здесь вот так-то прокинуть в эту сторону. А эту сторону оставить так, как она есть. Просто не хочется потом опять это все перестраивать. Это будет довольно-таки муторно. Так, приоритет мне тоже, пожалуйста. Девяточку на обслуживание. А, ну они сейчас достроят. Мы потом обслуживание это запустим. Сейчас они уберут лишнее. Молодцы. В принципе, быстро сейчас построим. Вот они, наши агроклеточки. За пределами теплицы. Сейчас мы это достроим. Оно объединится уже в общую зону. Которая как раз таки будет называться теплицей. И нам нужно будет сделать колонию. Необходимую. Точнее, вот этого дубликанта переназначить. Давайте, ребятки, достраивайте. Так, теперь. Что мы делаем? Мы здесь не закрываем. Это у нас остается открытым. Они же здесь перешагивать могут, правильно? Создаем здесь дверку. Здесь мы это закрываем. С этой стороны у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Даже можно это убрать и поставить вот эту вот в эту сторону. Правильно же? Думаю, что правильно. И с этой зоны. Это я как будто не то что-то делаю. А, у нас даже супер улучшенное рытье нету. У нас еще не умеют безднолит прокапывать. Надеюсь, это все-таки будет считаться как за клеткой. Имеется ввиду закрытое помещение. Давайте, давайте в темпе. О, нет. А вот это вот ошибочка. Где у нас микробы? Тут же у нас все осеменено микробами. Тут слизь. Блин, это очень плохо. А я даже как-то не подумал об этом. Давайте, раз начали, нам надо это закончить. Пока так, перекрывайте. Сейчас мы придумаем, как вам сделать. Так, стоп. Это не надо. Эти две клеточки, пожалуй, не надо. Завершите, пожалуйста, в высоком приоритете это все. Чтобы можно было завершить. Нам надо перекрыть, чтобы слизь это не распространялась. И слизь эту мы сейчас уберем. Так, эта зона у нас теперь считается теплицей. Не дает эффекта. А почему? Минимальная 16, максимальная 96. Что не так? Типа, они считают вот это вот незавершенным? Или что? Так, семена пищевика. Ладно, копируем настройки. Здесь пищевик будет. Копируем настройки на все. Кругом тут будет пищевик. А у нас наш товарищ, который роет. Где ты у нас? Ты у нас занимаешься? Рытьем. Приоритеты. Копатель сектор у нас. Навыки. Сектор, сектор. Супер рытье. Но можем... Кстати, он скоро уже должен научиться. Поэтому там же не надо супер-пупер рытье. Так, теперь нужен наш агроном. Так, агроном, шапочку, пожалуйста, надень. Где ты у нас? Госман. Ты у нас будешь агроном. Давайте вместе найдем. Агроном. Что там необходимо? Уход за растениями? Уход за растениями. Ты у нас будешь ухаживать за растениями. Поэтому мы тебе дадим шапочку. И шапочку, пожалуйста. Все, иди одевай. Примеряй новую обновку. И приоритет мы тебе выставим сейчас. Госман, госпен. Сила прибирается. Вот. Теперь ты будешь земледелицем. Ты у нас будешь заниматься этим. Так, что там по микробам? Ну, блин. Обсеменение, конечно, микробами есть. Но это, с одной стороны, плохо. А они могут это все продезинфицировать? У нас же есть дезинфекция. Как-нибудь, если вот так вот это все обозначить. И мне вот этих вот существ тоже надо нафиг поубирать. Он мне мешает. И вот этот он мне мешает. Они наши припасы жрут. И ты тоже. Ну, Джастин Персон у нас получил какой-то навык. Правильно? Сейчас они достроят. И перенесите сразу. А почему здесь? Недоступно место для копания. Песчаник. Почему они не могут это достроить? Это прям очень странно. Пожалуйста, сразу все перенесите отсюда. Это все на перенос, пожалуйста. Приоритет девятка, пожалуйста. Пусть они все это унесут куда подальше. Так почему оно не считается теплицей? Может потому что вот это надо разобрать? И создать вот так вот, а? Замкнутую. А если так, это считается теплицей? Давайте-ка достройте. Приоритет, пожалуйста, высокий. А почему вот это не может он сделать? Вот что тут такого? Помнят, а без конкретного назначения. Песчаник. Недоступно для копания. Почему? Почему он не может прокопать? Он не умеет копать песчаник? Или как это называется? Так, у нас супер копака. Ты у нас чему-то научился? Вот. Тебе супер рытье. Пожалуйста, шапочку поменяй. И у нас мемный чебурек. Научился в строительстве. Ты тоже, шапочка, пожалуйста. Теперь ты не просто какой, ты теперь прораб. Может, теперь он сможет достроить это все? Ну, теперь он может это все сделать. Ну, а вот тут-то, опять-таки, вопрос возникает. Почему я не могу здесь вот это вот сделать? Еще кто-то у нас чему-то научился. Кто у нас? Камила научилась. Камила у нас занимается переноской. Она у нас доставщик. Поставщик. И Джастед Персон. Исследование. Агрономия. Есть. Проявляет интерес к изучению агрономии. Либо прикладные науки. Ты у нас будешь прикладными науками заниматься. Поэтому шапочку ты тоже поменяй. И кто там у нас? Камила. Камила поменяли. Этот у нас не до конца еще. Оно все равно не будет пока считаться. Не совсем понимаю. Может, вот это пока разрушить? Разобрать и разобрать. Делать приоритет девят. Может, он не может оттуда достать эти? Хотя вряд ли. Проблемки у нас с этим. Пожалуйста, вот это все уберите. Можем же мы это организовать, правильно? Уборку. И электроэнергии у нас нету, да? Теперь никто. Сейчас мы это все немножко поменяем. Ребяточки, надо достроить нам. Обязательно. Почему он не достраивает, интересно? Ну, давай вот так построим. Скорее всего, то, что зона не огорожена. Поэтому он не считает это за теплицу. Она именно должна быть огорожена клеткой. Правильно я предполагаю? Надеюсь, что правильно. Давай достраивай. Это все потому, что там мешалось? Это серьезно? Вот поэтому только? Так, нам надо будет вот это копировать настройки на все. Теперь-то это считается теплицей? Почему? Окружение и пространство стенами деревни, чтобы построить и чего? Теплица. Сельскохозяйственная станция. Имеется. Зона не огорожена. Она является одной целой. Правильно? Минимальное количество клеток 12. Максимальное количество клеток 96. Если я только за количество клеток ушел? 180 клеток. Типа это много? А если мы огородим? Это будет считаться теплицей? Так, подожди. Пищевое дерево? Ну, все правильно. Все. За пределами теплицы колонне хватает уход за растениями. А как-то не хватает уход за растениями, если я вам целого человека туда поставил по уходу за растениями-то. Вот это у меня возникает вопрос. Причем очень даже интересный вопрос. Так, приоритеты. Ты у нас агроном и снабженец. Ну, он же остальным ничем не занимается. Правильно? Ой, крайне странно. Поручение. Нет очереди на доставку. Свойства. И чё? Ну-ка. Где ты наш? Они все переносят. Но схема комнат... Он не ограничивает это в теплицу. Почему? Детская хозяйственная станция. Вот она. За пределами теплицы. Её разобрать. Он будет это считать? За теплицу. Нет, он не считает это за теплицу. Значит, мы превысили максимальный размер. 128 клеток. Значит, если мы здесь сделаем вот так. Приоритет, пожалуйста, нам. Теперь. Размер комнаты. 96. Типа я только могу два ряда, что ли, сделать по 14? А ну-ка. Теперь вот так. Ну-ка. Пожалуйста, доделайте. Строитель ты наш. Теперь. А теперь это теплица. Понятно. Значит, мы только можем так сделать. Почему-то я видел различные видяшки. Там совершенно всё по-другому. Значит, это мы сейчас разрушаем. Всё. По крайней мере, мы разобрались. На колонии хватает навыка ухода за растениями. Так как не хватает? Вот же у нас товарищ. Где он? У нас обучака. Вот Госман. Госман у нас занимается. Смотрим. Госман. Либо ему прям уход за растениями нужен. Тогда он будет... А, уход за растениями нам ещё более продвинутые нужны. Поэтому ладно. По крайней мере, с теплицей мы разобрались. это уже хорошо. Потом мы общую столовую сделаем. Потом у нас, блин, будет проблема с кислородом, да? Чё по бактериям? Блин, эта комната у нас всякий шить бактериями. я знаю, наверное, небольшое решение, как можно это всё сделать. Поставить сюда умывальники, и они будут выходить. Тогда и здесь умывальник надо ставить. Как продезинфицировать-то воздух теперь? всё в микробах. Это очень плохо. Вот же он проводит дезинфекцию сектор, правильно? Ранее невозможно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Такой кошмар. Всё, это у нас какая-то другая зона будет. Так, нам надо поставить. Когда вы будете выходить, пожалуйста, мойте руки. Всё, тут они всё завершили. Ребяточки, пожалуйста, прям срочно, наивысший приоритет, пожалуйста, это всё перенесите. Опа. А, это я сделал, да? Наивысший приоритет стоит, а они не хотят это убирать. Считается максимальным. Пока поручение с этим приоритетом не будет выполнено, колония перейдёт. режим жёлтой тревоги. Или мы не можем это сделать? Интересно, ещё тревогу можно поднять. но пищевик нужен. Да, проблематично. Лёгочная слизь. Мы обсеменили, блин. Мы можем это всё куда-нибудь вывести к чёртовой матери, вот сюда, например? здесь делать копать, здесь делать вот так и поставить туда. Сейчас придумаем. Пусть они пока раскопают. Да, я чё-то со слизью немножко этот перебрал. Мы могли вот так-то залезть, и тогда мы в принципе микробами не были бы обсеменены. Лёгочная слизь, блин. Иссутствие микробов. Ну тут вообще столько микробов, вон. У нас даже на растениях наших уже есть загрязнённый кислород. Они у нас потом к чёртовой матери все заболеют. И всё? Нет, нам, пожалуйста, ничего больше не надо, нам яичко. И сейчас мы сделаем ещё один склад. Скопируем склад сюда. Тоже приоритет, пожалуйста, высокий сделайте нам. И здесь теперь у нас будет не всё, будет у нас загрязнённая и слизь. Правильно? Правильно. теперь нам нужен укомплектователь бутылок. Сейчас мы его найдём. Синтезатор удобрения есть. Уборная. Где-то с бутылками фигня. А вот, опустошитель бутылок. это тоже, высокий приоритет. И сейчас мы немножечко поменяем. загрязнённая вода. А не будут туда носить эту воду загрязнённую теперь? А здесь, пожалуйста, в ней разберите. Да, конечно, вот эта вот зона, это прям, ну, край-край. Я знаю, что хлор обеззараживает. Но здесь есть ещё и водоросли. Ладно, пока будем на дверях уже. По крайней мере, это теперь считается теплицей. А это считается уже столовой. Это уже хорошо. 96, 96. Сколько интересно вот эта теплица сможет ли нам помочь в том, чтобы обеспечить едой наших ребят. Или же нет. Так, здесь нам надо что сделать? Нам надо здесь убрать кое-что. Всё. Это убрать, это убрать. Органику слизь отсюда, заражённую землю убрать. Глиногрязь пусть будет. И семена убрать. Это всё надо будет скопировать. Скопировать на настройки на наши вот эти вот все. теперь они будут загрязнённую воду и загрязнённое это уводить туда вниз. Нам это необходимо. Всё, они начали туда всё складировать. Слизь и всё остальное. Нам бы это как-нибудь закупорить, чтобы она всё не мешала. А вот здесь вот зону столовки мы перенесём вот сюда вот наверх. Но предварительно нам надо здесь немножечко расширить вот так. Пусть они это всё сначала срежут, а потом мы это всё перенесём. Сумбурно как-то всё получается на самом-то деле. Мы могли сделать гораздо получше, но что есть, то есть. И здесь мы сейчас это всё вот так-то как-нибудь это разберите пожалуйста. Вот так это всё отделим, пусть оно там само в себе. Загрязнённая вода. А, загрязнённая вода. Понял. Тут надо нам наверное выкопать ещё будет резервуар хотя бы, правильно? чтобы оно всё туда пока складировалось. Потом мы решим что с ней делать. Всё? Отдыхать пошли? Пищевика нету, еды у нас тоже нету, у нас полный оврал. Что с этим делать пока непонятно. ну в общем тотальная перестройка. Потом это всё мы конечно всё переведём так как должно быть. Но пока будем избавляться от этого потихоньку полегоньку. Ну что ж дорогие друзья, спасибо что вы были со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующей серии. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.